МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Вести Хакасия, события недели, и я, Марина Конодакова. Сегодня воскресенье, а значит, можно подвести итог прошедших дней. И вот что мы предлагаем вашему вниманию. Капитальный ремонт всех домов за 30 лет от специального фонда. Когда люди дождутся своей очереди, и что нужно, чтобы ускорить процесс? Государь его окон не дремлет. Прокуратура обещает довести до конца резонансные дела о коррупции в МЧС и полиции. Повысить качество медицины. Помимо перинатального центра, республиканские власти обещают построить еще одно учреждение для детей, отдельную больницу. Она устала быть одна. Агафья Лыкова приглашает к себе того, кто сможет разделить ее отшельничество. На этой неделе, наконец, стало ясно, кто и как будет делать капитальный ремонт многоквартирных домов. Менять схему решено на федеральном уровне. Каждый регион разработал свою программу. Суть республиканской сводится к следующему. Создан фонд капитального ремонта, который будет взамен ЖЭКов собирать деньги с владельцев квартир на проведение работ. Средства будут накапливаться адресно, то есть у каждого дома будет свой отдельный счет. Как только срок подходит, региональный оператор, то есть фонд капремонта, определяет подрядчика и оплачивает ему работу, сняв деньги со счета дома. Причем у людей есть выбор – направлять средства фонду капремонта или своим домом открыть собственный счет и полностью самим распоряжаться накопленными деньгами. Минимальная плата будет разной. Для жителей сел – 3 рубля за квадратный метр. Для горожан, живущих в домах без лифтов – 4,80 с лифтами на 40 копеек дороже. По сути, власти решили взять вопрос капремонта под государственный контроль. Управляющие компании не справляются или вообще этим не занимаются. По расчетам специалистов, чтобы обновить все дома в Хакасии, потребуется 30 лет. Как будет работать фонд капремонта и что важно знать жителям республики? Эти и другие вопросы мы обсудили с директором фонда Антоном Ивановым. Здравствуйте, Антон Александрович. Тема капремонта очень сложная и объемная, и не всегда хочется в это вникать, но, видимо, сейчас нам всем придется разбираться в этом, потому что грядут большие перемены. Вот расскажите, чем новая схема будет лучше старой и почему нужно ее вводить? Сегодня в республике ветхого жилья и нуждающегося в ремонте в капитальном очень много. Более двух тысяч домов нуждаются в ремонте в полном или частичном по отдельным видам конструктивных элементов. И в связи с этим эта ситуация не только в Хакасии такая, она общая по России. В связи с этим как раз рано или поздно должен был быть изменен закон и появится региональный оператор в той или иной форме, который бы взял и наладил взаимодействие, взял на себя ответственность и наладил взаимодействие между всеми участниками системы капитального ремонта. То есть ситуация очень критичная. Почему власти взялись за этот вопрос уже так основательно? У нас только по Абакану более 500 домов, которым больше 30 лет. Конструктивные элементы этих домов сроком службы зачастую 20, 25, 15 лет. И очень много домов нуждается в капитальном ремонте. Что сейчас должны делать жильцы многоэтажных домов? Ну смотрите, для того, чтобы сделать правильный осознанный выбор, нужно ознакомиться с региональной программой. Вот есть такая пошаговая схема действий жильцов. Итак, вот что должно быть первым шагом? Ну, первым шагом, ну, нулевым шагом, я уже сказал, нужно определить все-таки, посмотреть программу, да, первым шагом это инициировать собрание. Нужно направить всем жильцам уведомления за 10 дней до проведения собрания. Не позднее, чем за 10 дней. В уведомлении должна быть повестка. В повестке должно быть указано, должны быть перечислены вопросы, которые требуют решения. Это прежде всего способ формирования фонда капитального ремонта. После этого, вторым вопросом, если принимается решение по первому вопросу, это владелец счета должен быть определен, виды работ, сроки их проведения, сумма взноса на капитальный ремонт и представитель собственников для взаимодействия с региональным оператором. Это все люди решают сообща? Все решают сообща. Хочу обратить внимание, что все документы, необходимые для организации проведения собрания, доступны в разделе Министерства регионального развития, в разделе ремонта МКД. Все бланки, они сохранены в ВОРДе, то есть их можно скачать, заполнить только свою часть, которая касается конкретно дома, то есть адрес. Эти бланки были согласованы с ГОСЖИЛ инспекцией, они соответствуют всем стандартам, то есть его достаточно распечатать, провести по этой схеме, по указанной собрании, и они будут считаться легитимными. Все кажется очень сложным, пока непонятным. Вы сами верите в то, что люди проявляют сознательность, захотят заходить на сайт, что-то скачивать, разбираться в этом, проводить собрания. Действительно, насколько люди наши готовы к такой работе и к такой активной позиции? Ну, я верю, что люди на это пойдут, пойдут, потому что это их жилье, их дом, их город. Все мы хотим жить в тепле, все мы хотим, чтобы у нас были красивые дома, теплые, чтобы у нас не мерзли дети, чтобы дома не разрушались. Я думаю, что люди сейчас проявят сознательность, а мы со своей стороны поможем и информацией, и поучаствуем в собраниях, и расскажем, что, зачем и почему. Ну, а сейчас я предлагаю вам посмотреть материал, который мы решили снять после того, как ознакомились с текстом программы на сайте правительства. Давайте его посмотрим. Давайте. Республиканские власти на 30 лет вперед расписали, когда и какой ремонт пройдет по каждому конкретному адресу. Документ может распечатать себе каждый житель Хакасии. Мы решили проверить, в каком состоянии сейчас находятся эти дома, долго ли им ждать ремонта, и что по этому поводу думают люди. Первый адрес – Комарова, 2. Его и еще три дома в почетной стороне построили 43 года назад. В большинстве ремонта с тех пор так и не делали. Это ясно и по внешнему виду, и потому, что мы увидели в подъездах. Встречаем местных жителей, которые вселились сюда с момента сдачи дома в эксплуатацию. Объясняем, когда и какие работы будут у них делать. В 2021 году вам будут ремонтировать подвал. Ну и к чему все это муть? Это же люди глаза только замазывают и все. Ну к чему это? Жеки не работают, день не собирают, а работы нет. Вот мое мнение. В 2021 году, да, это нам не дожить до 2021 года. Так что не знаем, мы знаем, что вот у нас ничего не делалось, не убирается, не моется. Вот Жек так обслуживает, только деньги платит и все. А это дом номер 7 по проезду Северный. Он был построен 31 год назад, и с тех пор в нем ни разу не делался ремонт. Можно сказать, что дом неплохо сохраняется, и шельцам остается только молиться, чтобы так оно было и дальше. Ведь первая работа здесь состоится только через 10 лет. Актуальный вопрос и замена лифта, но для этого придется подождать 11 лет. Кстати, особого раздражения по поводу работы Жека мы не встретили ни здесь, ни на следующем адресе. Дом на улице Дзержинского, 138, построен в 1970 году. Внутри подъезды выглядят очень прилично. Кстати, 4 года назад здесь проводили уже определенные работы. По новой программе теперь ремонт здесь проведут в 2018 году. Он будет касаться инженерных коммуникаций и подвала. А вот утепление фасада и укрепление фундамента произойдет только в 2030 году. Кстати, здесь мы впервые встретили жильца, который уже слышал о нововведениях по капремонту. Вот то, что не собираются собирать, там какие-то деньги, я не знаю, мне это не нравится. Потому что непонятно. Потому что непонятно, как это контролировать, как это отслеживать, как за этим смотреть, не знаю. Денежный поток-то куда пойдет? Я каждый месяц плачу, плачу, плачу и жду. 2018 года они пришли мне над дверью подштукатурили два раза или еще что-нибудь сделали. Подкрасили, подмазали и все. Это прозрачно должно быть как-то, чтобы это все видели. Куда деньги? Общежитие на заводской 3Б, два корпуса. Это практически белое пятно на коммунальной карте столицы. Тут даже нет своей управляющей компании. Все, кто брался за дом, потом от него отказывались. Построенное в 85-м году Абаканским заводом крупнопанельного домостроения, теперь здание сплошной глубок проблем. Сорганизоваться самим для их решения жители не в состоянии, поэтому надеются только на государство. В 2030-м году вам сделают ремонт подвалов и инженерных коммуникаций, водопровода. Не доживем до 30-го года. Вы что? Я у меня уже под 60. В 2039-м году будут ремонтировать фасад, обновлять. А мне кажется, вообще тут все развалится. Постоянно в подвале вода стоит. В некоторых секциях пытаются самостоятельно навести порядок. Сами делают косметический ремонт, устанавливают дежурство. Но есть проблемы, которые просто так не решить. Нет сушилки, и вода все вот так скапливается, и все, ничего по стену. Тоже ничего не делается. Никому ничего не надо. А это одна из последних новостроек в Абакане, дом по проспекту Дружбы народов 39. Это здание 11-го года постройки. Один вопрос, в каком состоянии подъезда. Но это только на совести самих шельцов. Похоже, свинячиться. Порогом это в крови у людей. Ну а в остальном крыша, коммуникации, подвал, фундамент. Здесь, конечно, абсолютно новые. Первый ремонт здесь планируется только через 25 лет. И надо сказать, что вот таким новым домам повезло больше, чем старые здания, многим из которых ремонта приходится ждать чуть ли не по полвека. Ну вот такой материал, вот как вы прокомментируете услышанное? Ну, я бы, конечно, хотел, чтобы вопрос был первый у жильцов, не показывая программу, спросить, когда у вас будет капитальный ремонт. И никто из жильцов на этот вопрос, ну там за исключением 10% сознательного населения, на него бы не ответил. Никто раньше не задумывался, когда у них в доме пройдет капитальный ремонт. Посмотрите, какой дополнительный положительный эффект от принятия программы. Теперь у людей возник вопрос, а когда же все-таки у меня пройдет ремонт? Посмотрели на предельные сроки и говорят, меня не устраивает этот предельный срок, я хочу его провести раньше. Собирайте собрание в течение полугода, принимайте решение и проводите его раньше. Не опирайтесь на минимальный платеж, который указан в постановлении. Берите чуть больше, но проводите тогда, когда он нужен. Первый момент. Второй момент, вот мне очень понравилась про прозрачность. Уже в феврале заработает наш портал, на котором мы, во-первых, сделаем программу для просмотра, региональную программу сделаем доступнее, чтобы люди выбрали адрес и увидели только себя, чтобы не листать там 150 страниц самой региональной программы. Дальше, когда люди примут решение, когда начнут аккумулировать средства, мы сделаем сервис, который позволит видеть баланс дома, сколько собирают, сколько не дособирают. И все будут видеть, как копятся их деньги. Следующий, вот еще интересный материал, мне понравилось. Печально очень, что кто-то не доживет, да, до срока проведения ремонта. Ну, вот мне, как человеку, который хочет передать своим детям, внукам, что-либо после себя, мне будет приятно, что дом, который в итоге, там, наследство, которое отойдет моим детям и внукам, он, во-первых, будет стоять, потому что в региональной программе стоял срок проведения ремонта, этот ремонт был проведен. У него будет нормальное состояние, я передам хоть что-то после себя. В случае, в текущей ситуации, когда никто не может ответить, когда будет следующий капитальный ремонт, этот дом просто не достоит 50-го, 60-го года выпуска дома. Так что тут, да, вопрос непростой, и принять решение придется всем. какое это решение будет, уже зависит от каждого, индивидуально. Давайте еще раз заострим вот главные моменты нашей беседы, все-таки, какой должна быть позиция людей, да, что вот они должны все-таки понять, если они не возьмут ситуацию в руки, то никто за них этим вопросом заниматься не будет. Я считаю, что нужно, прежде чем принимать решение, время есть, для этого как раз государство увеличило срок, был срок 2 месяца, очень маленький срок, сейчас полгода. Мы сейчас сместим срок реализации на 15-й год, чтобы люди смогли разобраться, посмотреть, где их дом, определить для себя, какой срок все-таки они хотят, посчитать как раз платеж, который нужно делать, не опираясь на минимальный, да, который мы установили. А если они ничего не решат в течение полугода, то по истечении этого срока орган местного самоуправления отдаст рекоператору. Не говорю, что это хорошо или это плохо, мы сделаем ремонт в срок, указанный в региональной программе. И последний вопрос, куда должны люди обращаться, где они могут сейчас находить интересующую информацию, где вы будете их принимать? Ну вот, я уже сказал, в этом месяце на сайте Минрегиона, раздел капитальный ремонт МКД, вся информация исчерпывающая там есть, со следующего месяца мы запустим наш портал, капремонт19.ру, на нем уже будут все исчерпывающие материалы, которые интересуют, ну и горячая линия 24-32-50, с 9 до 6, мы ждем, щетинки на 18, город Абакан, также пятый этаж. Ждем всех желающих. О самых резонансных делах минувшего года говорили в четверг в Республиканской прокуратуре. Прокурор Виктор Ломакин созвал пресс-конференцию, чтобы подвести итоги работы своего ведомства. Однако, вместо общих цифр, журналистов интересовали подробности того, на какой стадии дело по коррупции в МЧС и как оценивает прокурор качество работы полиции. Дело о том, как работников МЧС заставляют делиться частью премии с вышестоящими сотрудниками, стало одним из самых громких в Хакасе в прошлом году. По заявлению прокурора, дело планируется передать в суд уже в феврале. Подтверждение того, что сотрудники управления подвергаются давлению со стороны следствия, прокуратура не нашла. А начальник управления МЧС Хакасе генерал-майор Фирсов оказывается знал о произволе в своем ведомстве. Есть хорошая поговорка. Рыба либо гниет, либо все с головы начинается, либо она оздоравливает. По крайней мере, на сегодняшний момент по имеющимся у меня материалам, той проверке, которую мы проводили, безусловно, он сдал. Конечно, там речь шла о создании какого-то так называемого резервного фонда. Прошлый год оказался напряженным для надзорников еще по одной причине. Сразу несколько историй поставило под сомнение качество работы полиции и следственных органов. Речь идет о делах Артема Карлышева и Акима Чебодаева. Молодых людей убили на улице и только после шумихи в прессе подозреваемых в убийстве взяли под стражу. Что это? Халатность или желание скрыть преступление для хорошей отчетности? Прокурор однозначно ответить не может, но уверяет. Со своей стороны его ведомство старается упредить такие факты. Мерами упреждающего порядка нам удалось добиться того, чтобы лед тронулся. Все-таки, хоть на немножко, но количество уголовных дел в разумные сроки увеличилось. Но я считаю, что здесь мы только начало, хотя на коррекционном совещании это было принято еще в начале года, ну что вот поделаешь, не всегда вот то, что сказано, то, что задумано, вот так вот быстро реализовывается. И еще об одном заявлении прокурора. Оно касается ситуации, связанной с рыборазведением в Хакасии. Напомним, для развития отрасли правительство предоставляло субсидии предпринимателям и участки на берегах водоемов. А вот сами пруды и озера федеральная собственность и управляющий орган запретил что-либо там делать. Часть предпринимателей пыталась бороться в суде, но проиграла. Под угрозой закрытия оказались и остальные хозяйства. Выход из ситуации есть. С этого года регионы получили право распоряжаться своими водоемами. Теперь задача правительства правильно организовать процесс. Сегодня мы приостановили подачу других исковых заявлений в арбитраж по аналогичным случаям, поскольку и глава республики обратился ко мне, чтобы разобраться, чтобы направить нынешнюю ситуацию в законные рамки. И сегодня мы разбираемся. Конечно, мы не бросим на произвол судьбы предпринимателей. Предприниматели не могут вести свой бизнес, а вот дачники, имеющие участки на берегу Енисея, жалуются на активную застройку прибрежной территории. В эфире Вести Хакасия события недели. На границе двух регионов разгорается нешуточный спор, кто и как ведет застройку на берегу Енисея. Прежде всего, ее недовольны местные дачники из общества Островок. Из-за чужих заборов и коттеджей они не могут любоваться рекой, не то что выйти на берег. Есть ли там нарушения и почему власти игнорируют жалобы дачников, разбиралась Юлия Константинова. Заборы, заборы, заборы. Вот так выглядит сегодня берег реки Енисей в границах садового общества Островок, где участки имеют жители Хакасии и Минусинского района. Рассказывают, когда строилась ГЭС, деревня Паронная переправа попала в зону подтопления. Жители переселили, а огороды разрешили использовать. После земельной реформы их передали членам общества и дома двух-трехэтажные выросли, как на дрожжах, особенно вдоль Енисея. Это единственный участок береговой линии, который пока имеет свободный выход к руслу, видимо, ненадолго, так как он уже имеет кадастровый номер 505. Владелец или владельцы земли по разным сведениям их несколько начали отсыпку, чтобы увеличить площадь прямо в Енисей, фактически меняя русло, тем самым грубо нарушая статью водного кодекса о том, что ширина водоохранной зоны реки федерального значения должна составлять не менее 200 метров. Много возмущенных людей, в частности, по береговой линии, из глубины острова, которые любители прогулок по воде. Здесь встанет забор, я так думаю, и не только не подъехать, и выйти невозможно будет. Я уж не говорю о том, что вывезти какое-то маломерное судно, чтобы ребятишек прокатить и порыбачить. Ну, надо будет идти вдоль непосредственно русла Енисея, машину оставлять в километре и подходить сюда, порыбачить. А отсюда это сделать, я думаю, что будет невозможно. Этому примеру. Дальше можно посмотреть, что делается дальше, и что делается слева, как говорится, и справа. Слева и справа по улице вдоль реки действительно туннель. Не разъехаться, не припарковаться на машине. Год назад вспыхнул пожар. Один из домов сгорел до основания. Были человеческие жертвы. Возможно, еще и потому, что пожарный съезд к реке не соответствует требованиям. По нему даже не могла спуститься автомобиль «Урал», чтобы набрать, заправиться водой, чтобы тушить дом. Это сделать невозможно. Просто там ни ширины, ни угол не тот. Очень опасно. Сколько раз поднимал вопрос на собрании, что не дай бог, здесь ветра, с русла, роза ветров, что и с русла. Берет начало прямо в остров. И в глубине острова, улочки, как там мерили, я не знаю, что невозможно проехать пожарному автомобилю. Просто проехать, я уж не говорю, что восполнить запас воды. Ну, это страшно. Если пойдет цепная реакция, вот это сгорим просто все, как свечки. Это еще одно нарушение список, которых может продолжить незаконная добыча грунта. Еще осенью прошлого года на этом месте был небольшой холм. Сейчас карьер, из которого вывозят гравии, чтобы отсыпать проданные участки берега Енисея. Когда техника работала, подъехал, спросил там, у вас как-то оформлено, ничего в ответ не сказали. Нет, только вот приседали, команду дал. Потом поехал к главе администрации сельсовета, о селе Ванихе, чьи земли это являются. Глава администрации вообще ничего не знает. Говорит, кто чего, я оформлял. Понятия никто не имеет. То есть, как получается, что самовольно, что ли, все это дело разрабатывается. Активисты Садового общества Островок, 25 человек, что подписали заявление в прокуратуру обращения к руководству Минусинского района в недоумении. Неужели столь явные нарушения остались незамеченными? Как таковых нарушений фактически не подтвердились на середину декабря месяца. Проезд к реке существует. Никакого ограждения, препятствующего этим проездам, мы не увидели. Поэтому на имя граждан был дан ответ, что нарушений не имеется. По обстоятельствам, которые вы говорите, что сегодня выезжали, смотрели, пошла какая-то есть там отсыпка, значит, будет проведена сейчас снова проверка по вновь открывшимся обстоятельствам. Надеются члены садоводческого общества и на то, что Госкомитет по охране окружающей среды, природопользованию и Роспотребнадзор Хакасии подключатся к решению этих проблем. Ведь инисия река общая, оберегать ее надо всеми силами. Пока же активисты, возмущенные действиями нынешних владельцев участков, которые меняют русло, планируют обратиться за помощью к президенту России. Благо, существует сайт, где можно разместить любую информацию, в том числе о нарушениях, а также нерасторопности местных властей и госслужащих в решении проблем. Юлия Константинова, мечты и обещают стать реальностью. В Хакасии никогда не было отдельной областной или республиканской детской больницы. Медицинская помощь оказывалась на уровне детских отделений, городских и районных больниц. В более серьезных случаях маленьких пациентов направляли в детское отделение республиканской больницы, но в нем оказывают не весь спектр медпомощи. Неотложная и хирургическая детская помощь оказывается на базе городской многопрофильной больницы. Это тоже ненормально на сегодняшний день. У нас есть дефицит коек для наших новорожденных детей, для недоношенных детей. Нет детских специализированных коек по нефрологии, по гематологии, по онкологии. Добавим, что раньше в детском отделении республиканской больницы было 90 коек, но после того, как терапевтический корпус снесли, коечный фонд сократился вдвое, а число маленьких пациентов не уменьшилось. Проблема еще более обострилась. Наше отделение детское, многопрофильное. И здесь лежат дети с различной патологией. То есть это соматические больные, то есть педиатрические. А гастроэнтерологический профиль у нас развернут. Кардиология, ревматология, эндокринология, неврология. Но тем не менее, несмотря на все это, конечно, мы просто нуждаемся в расширении. Медики рассказали главе региона о проблеме. Было решено строить самостоятельную республиканскую детскую больницу. Летом минувшего года Виктор Зимин заручился поддержкой в этом вопросе президента страны Владимира Путина. Сейчас Минздраву дано задание начать разработку проектно-сметной документации на детскую больницу со стационаром на 150 мест и поликлиникой на 400 посещений. Этапность нам известна. Это прежде всего разработка проектно-сметной документации. Когда у нас будет проектно-сметная документация, она позволит нам войти в адресную федеральную программу именно строительства детской больницы. На сегодняшний день уже положительное так скажем одобрение президента Российской Федерации как говорится наш глава Республики Касси получил. То есть нам теперь требуется отработать именно с проектировщиками и отработать проектно-сметную документацию. Строительство обойдется ориентировочно в 630 миллионов рублей и это тоже будут федеральные средства. Пока не выбрана площадка для будущей больницы. Самый предпочтительный вариант территория Резбольницы рядом с новым терапевтическим корпусом. Но свободного места здесь очень мало. Поэтому в Минздраве рассматривают и запасной вариант пустырь рядом с инфекционной больницей. Возможно городская архитектура предложит еще одну площадку. Времени на выбор места под будущую больницу остается совсем немного. Виктор Лошников, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. На этой неделе отшельница Агафья Лыкова стала настоящей звездой экрана. Средства массовой информации дружно растиражировали письмо Агафьи Карповна, в котором она просит прислать ей помощника. Одной ей уже сложно вести свой быт. Одними из первых на просьбу откликнулись республиканские власти. Правда, помощника они пока не нашли, а вот продукты и лекарства отправили. Наш корреспондент Ольга Стельмах тоже побывала на заимке Лыковых и готова поделиться своими впечатлениями. Путь до Агафьи Лыковой далеко не близкий. Таежная отшельница живет практически в самой южной точке Хакасии. Места там суровые, поэтому мы отделись потеплее. Уже идет погрузка продовольствия. Наша съемочная группа тоже припасла гостинцы. Впереди два часа полета. Добраться до заимки Лыковых зимой можно только по воздуху. Урочище реки Иринат, заповедная территория. Поселений здесь нет на расстоянии 200 километров. Семья староверов ушла в тайгу еще в 30-е годы. Обнаружили их лишь 40 лет спустя. Случайно при облете на них наткнулись геологи. А после того, как Василий Песков написал повесть «Таежный тупик» об отшельниках из Хакасской тайги, узнал весь мир. Сегодня из живых осталась лишь Агафья, младшая из рода Лыковых. Одна она живет уже больше 25 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Хозяйка тайги встречает нас как знакомых гостей. Спасатели МЧС Республики и сотрудники заповедника Хакаски – действительно частые посетители. В этот раз привезли корм для коз и крупы. Наш презент – витаминный. Яблочков привезли, лимончики. Нам, видимо, повезло. Обычно подарки Агафья Лыкова принимает не все. Да и из того, что берет в дом, попадает лишь часть. Остальное выносит на завалинку. Под запретом все товары с магазинными маркерами и уж точно со штрих-кодом. Это вот, а не возьмите. Это мне не надо. На возврат попал и крем для лица. Посылку, видимо, оставили прежние гости. Необитаемые места лишь с виду недоступны, чтобы познакомиться с Агафьей Лыковой. Сюда едут не только со всей России, но и из-за рубежа. Уединение таежной отшельницы в последнее время нарушают довольно часто. Гости бывают здесь в этих глухих местах практически каждые полгода. Для незваных Агафья Лыкова повесила у входа на дверь вот такие две таблички. Дом Лыковой Агафьи Карповны. В этот дом без моего разрешения никому не входить. Впрочем, размеренный быт в таежной заимке даже частые посетители не нарушили. Жизнь здесь идет своим чередом. Старая утварь, деревянные стулья и скамейки. Незамысловатую мебель, кстати, Агафья мастерит сама. Так же, как и обшивает себя. В дар принимает лишь материю и нитки. Рацион таежной отшельницы столь же небогат. Хлеб, печеный картофель и каши. Длинные же зимние ночи коротает при тусклом свете. Женой всю зажигаю масло. А свечками не пользуетесь? Да, свечками-то мало их. За 68 лет из лекарств лишь отвары. Здоровье таежной отшельницы сильно пошатнулось. Убедить Агафью принимать медикаменты удалось лишь совсем недавно. Как здоровье ваше? Лежу опять, встать с криками, с ревом, не склониться. И двигаться больно, да? Ну, вообще. Каких-то угрожающих симптомов нету, но, конечно, человек имеет заболевания, заболевания хронические. И, конечно, желательно ей в таком состоянии обследоваться в условиях хотя бы республиканской больницы. Но на это она не соглашается. Прожить в тайге больному, человеку, пусть даже подготовленному, сродни выживанию. Те же дрова приходится не только заготавливать, но и поднимать по крутому склону. В этот раз помогли республиканские спасатели. Агафья Карповна благодарна, но сегодня ждет постоянного помощника. Страшно, что зимой застылать, а все тут только выйти на мороз, чтобы в одну ночь застыть. А у вас до этого же помощники были, да, вы говорили? До кого они были? Доброго, подобающего нет. Доброго и подобающего по меркам отшельницы найти сложно. Да и желающих отказаться от благ цивилизации и перебраться в тайгу не так много. Но добровольцы все же есть. Пара человек желающие, но, скорее всего, это ближе к весне. Будет уже понятно, как и каким образом мы их забросим туда. Уживется ли новый помощник или трудный характер хозяйки, как это было ранее, отпугнет соседа, покажет время. Сейчас это единственный выход. Других вариантов младшая из рода Лыковых не допускает. Вы решили здесь никуда не переезжать уже? Стою год все уже. Как и мама говорила, лучше с гладом умрите, нежели благоверия предать. С приходом людей изолированная жизнь Агафьи резко изменилась. Одиночество для отшельницы стало в тягость. И, по-видимому, появился страх остаться без помощи и без собеседников. Сильнее него, пожалуй, лишь страх поселиться среди людей. Ольга Стельмах, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я желаю вам набраться сил на новую неделю и прожить ее интересно и плодотворно. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин